приветствую всех всех приветствую кто меня давно не видел кто у меня вспоминал а меня вспоминали и это радует ну что я скажу давайте все по порядку поговорим как говорится в общем скажу так как говорят обычно в кино спустя 20 лет ну или как то так вот спустя вот какое-то время даже не помню сколько я вот вам решил показать свои работы почему я пропал были меня такие вопросы немного но были но пропали потому что как я и раньше уже тысячу раз наверно говорил что вот эти вот работы вот этот любимое дело она тянет на дно постоянно и тянет так что бывает даже не успеваешь как бы восстановиться и поэтому приходится заниматься другими делами тоже металл обработка тоже пахота тоже также грязь тоже но нелюбимое дело но там капает прибыль вот которая помогает плавно все же восстанавливать вот то чем я тут занимаюсь да и принципе ко всему к этому вдобавок не было ощущение того что я нужен то есть то есть точнее я а вот мои работы кому-то нужны вот реально ну не было вот этого ощущения и поэтому желания особого не было я занимался другим делом который мне не нравится но все же время от времени ломает и вот эта ломка привела вот на данный момент вот к таким вот результатом ну все хватит я кстати не хочу чтобы не кто-то пожалел там что-то там такое еще нет это просто жизнь это факт и не более того да конечно обидно что приходится заниматься не тем чем хочется но это не только у меня принципе это много у кого так вот происходит и поэтому на этом все а теперь хочу показать вам свои работы давайте сразу скажу что это кованая у 9 не признаю какая там без дальше вот это по марке но это у 9 сталь и сталь это из-за времен советских вот так вот надыбал причем так нормально надо было если бритву делать из них бритвы то штук 500 может в тетях прямо без проблем настолько объемно вот это у меня объем такой стали вот этой вот раздобыл маркированное все как надо сталь понравилась чем вы если кто-то меня смотрит вот из металлургов вот сегодняшних вы уж не без сути но я скажу как есть ста сталь которая на сегодня вот именно смеется она неплохая а если вот а класса только то она просто отличная но вот эта сталь извините но делает конкретно прям вот современную сталь ну как конкретно нормально разница чувствуется разница в чем во первых сталь изначально мягкая как репа податлива и просто да некуда с ней работать одно удовольствие после термообработки термообработка на уровне современной стали но вот эти вот работы которые ведутся изначально по мягкой еще стали вот здесь просто сказка в сравнении с той стали что производится на сегодня вот это вот есть та самая разница которые не может не радовать и вот я поэтому хватил этой стали себе а теперь давайте все-таки посмотрим что у меня хотел в перчатках перчатки закончились ну чтобы не лапать чтобы отпечатков не было поэтому придется так вот с отпечатками пальцев вот это вот эти клиночки ну будет все видно нормально я помню раньше вот смотрю монитор ничего не видно а на самом деле там все хорошо такая вот насечка вот такие вот клиночки тут короткая колосок насечка колосок короткая тут вот с фасочками сделан миниатюрные клины это клины они ближе уже к 1 4 но тут них фигас не 1 4 это я вам точно говорю это клин 75 процентов но обушок выгнан по толщине так чтобы можно было при бритье устанавливать любой удобный для бритья угол очень могу сказать уверенно прямо на сто процентов одно вот именно то хочу сказать что эти бритвы будут брить идеально идеально даже несмотря на то если вот где-то не повезет где-то заточка гульнет там ширина от это все эстетика быть немного может даже потеряна может быть не дай бог но бритье я специально выгодал вот именно вот в такой геометрии и это уверенно будет работать то что я сейчас сказал это будет работать реально потому что есть примеру с толстым обушком там для желткой щетины хорошо накатит там для особо мягкой для усредненной как-то не всем заходит это зайдет всем совершенно всем без исключения это сразу скажу вот давайте дальше ну моделька одна и та же моделька только там обушок пример был закругленный а здесь сейчас посмотрим нужно это относится как я ее предугадал что нам вот следующим попадется не закругленным бушком а с ромбообразным тоже геометрия тот же себе клим ах как хорошо пальцем запанула но не пока нифигас не будет даже сейчас вот так тихонечко щелкнуть по другую клинку вот этим местом то ничего не будет тихонечко опять же потому что еще нет заточки да вот прям чуточку протру это я баловался blasto это по-другому никак не назвать брал штихель и пробовал вот так вот хоть что-то где-то что-то как-то подзарезать закругленный в ушок удлиненные уже насечкой колосок тут вот так как поближе показать мне кажется там будет видно все это на видео вот тут тоже типа художество ну опять же протирать надо постоянно вот что дальше без перчаток то вот недопротернула ну к чему да я понимал что это уже все не то вот эта звезда блин но уже раз начал там уже возврата нет таких случаях вот видите если кто внимательно смотрит то заметили наверно что весь рисунок смещен как туда вот под таким углом и это как-то делал ну хочется какой-то красоты тем более когда клинок податливая за сталь мягкая советская сейчас протрусь видите даже штихель и и выкорячивал умудрялся на тут отверстие есть они запакованы для дальнейшей выработки вот что за штихель да как делал сейчас сейчас под рукой есть это вот обыкновенный круглый надфиль вот так вот ух ты как у нас тут а получится ли и вот этим штихель ком как-то потихоньку полигонку но сами понимаете что это надфиль что это за сталь да он правда современный но даже вот такая же резко который принципе не считается уже рабочий изначально могла выковыривать как говорится ну неправильно выражаюсь ну как будто выковыривать вот такие вот узорчики представляете если это будет другой материал штихеля а он будет потому что я заказал твердосплавные спицы который также вот сделаю из них на алмазе такие же вот штихеля и буду резть уже твердосплавом который будет намного я думаю я надеюсь будет легче сталь будет более податливая перед твердосплавом вот так так тут тоже конусообразный и вот одна рытвинка это следы ковки но мне этот рытвинку убрать вот одно движение легкая и не будет но в этом случае если я уберу будет все красиво и как бы готова к тому чтобы предложить как полноценную бритву но не будет полноценный потому что если я уберу вот этот рытвинку то будет потерянная геометрия и не бритье не заточка не будет радовать поэтому я считаю лучше пускай будет рыдвина чем потерянная геометрия не знаю кто как считает а я считаю так да в принципе одно и то же но давайте покажу вот ширина ну не знаю 6 восьмых по моему по моему 6 восьмых хотя нет 5 восьмых с плюсом вот почему я не перевариваю никогда вот эти вот значение импортные это здесь потому что ну что такое 5 восьмых плюс а ну примерно вот там это как не килограмм яблока яблоко в пример яблок а 750 грамм значит полкило плюс будет так звучать вот так же и тут поэтому для меня миллиметры это намного роднее ближе и понятнее вот видите тоже пытался резать но слишком мелко и рисунок не тот который надо было вообще тут резать колосок как бы был задуман изначально на обушке вот так вот резать не получается потому что он допустим закругленный и штихель но постоянно теряет угол атаки и поэтому естественно теряется и теряется и резьба вот это не штихель уже вот такой вот резной бушок залапывается моментом просто ну вот так вот вот и все сейчас только надо будет подумать из каких материалов произвести оправы то есть ручки и то есть более дешевые варианты взять типа акрила более дорогие варианты взять типа древесины или особо дорогие варианты какие-то там композитные там акрил пример конь то там g10 может даже кость не знаю будет день будет мысль как-то так вот и все и там уже заточка и на сайт в музей музей я сайт последнее время называю музеем почему потому что сайт это в принципе это изначально это интернет-магазин правильно а то есть что такое интернет-магазин это то место где производятся покупки продажи если там просто складируются изделия то ну так как там спрос вообще никакой то это больше в принципе и правильный то есть назвать музеем чем сайтом или магазином интернет правильно правильно вот поэтому я и тут мотаюсь как отшельник по всяким то другим заботам но время от времени пропадет мне 4-5 и все уже терпежа нет я опять возвращаюсь к этому своему делу любимому день потрачу и опять ухожу то есть на другие варианты вот ну вот как бы и все ну как все все да не все все да не все вот такие заготовочки лежат из той же столюги это вот закаленные зачищенные после термообработки фреймбеки вот то есть я за них еще тут не брался видите как обыграл как он сачивал фреймбек как будто тут отдельное тело вот этого и как будто бы это вставная пластина но на самом деле это ложный фреймбек вот у меня их раз два три четыре должно быть четыре да четыре заготовки вот ну когда до них руки дойдут это еще неизвестно так как как говорится сделал дело начинай другое смело а бросаться сразу за все это как бы тут не есть хорошо и поэтому мне кажется я все уже вам рассказал показал поздоровкался самое главное и до новых встреч увидимся пока